Плюс электрификация всей страны. Крымское объединение Эль Кафа создаст чистый электромобиль на базе УАЗовской буханки. Об этом телеканалу Автоплюс рассказал председатель ассоциации РУС Трансэлектро Михаил Димурия. В экспериментальной модели останутся штатная трансмиссия и раздаточная коробка, но для работы тормозной системы и гидроусилителя руля придется внедрить вакуумный насос и отдельный электромотор. Место двигателя внутреннего сгорания займет электрический, отдачей 104 силы. Его максимальный крутящий момент составляет внушительные 320 ньютон-метров, хотя бензиновый атмосферник выдает только 200. Масса машины вырастет на полтора центнера, но разрешенный максимум не будет превышен. Тяговую батарею емкостью всего 39 киловатт-часов смонтируют под полом кузова. На одном полном заряде запас хода должен составить около 300 километров. Понятно, что заявленная дальнобойность – чистая утопия, и сам проект выглядит несколько утопично. Хотя, как уверяет господин Димурия, инженерную поддержку оказывает непосредственно Ульяновский автозавод. На самом деле проектов электрификации внедорожников у вас сейчас существует несколько. Например, электрогрузовик EV-ME PRO на основе стандартного профи. Его 90-киловаттного аккумулятора должно хватать на 200-300 километров. Так вот, эту модель планируют продавать по цене порядка 5 миллионов рублей. И вряд ли батарейная буханка окажется существенно дешевле. И кому может быть нужна такая машина? Разве что энергетикам? Но это не точно. Заволжский моторный завод возобновил производство атмосферных моторов V8. Рестарт выпуска бензиновой и бетопливной модификации состоялся 18 января. То есть уже через месяц после анонса. Процесс перезапуска оказался непростым. Часть производственного оборудования успели демонтировать, а некоторые поставщики, сделав необходимый запас, остановили выпуск целого ряда комплектующих. По информации телеканала Автоплюс, ЗМЗ отдает моторы клиентам по цене около 250 тысяч рублей. И это за 5-литровую алюминиевую восьмерку. Понятно, что дешевле ничего просто не купить. Кстати, в последние годы расходы на производство мотора превышали доходы от продаж, о чем Солерс говорил совершенно открыто. Но после введения западных санкций ситуация, видимо, изменилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова